Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы начинаем слушать былины о русских богатырях. Итак, вступление. На высоких холмах стоит Киев-город. В старину опоясывал его земляной вал, окружали рвы. Зелёных холмов киевских далеко было видно. Видны были пригороды и многолюдные сёла. Тучные земли пахотные, синяя лента Днепра, золотые пески на левом берегу, сосновые рощи. Пахали под Киевом землю пахари, по берегам реки строили умелые корабельщики, лёгкие ладьи, долбили челны дубовые. В лугах и по заводям пасли пастухи, круторогий скот. За пригородами и сёлами кинулись леса дремучие. Бродили по ним охотники, добывали медведей, волков, туров, быков рогатых и мелкого зверя, видимо-невидимо. А за лесами раскинулись степи без конца и края. Шло из этих степей на Русь много горюшка. Налетали из них на русские сёла кочевники, жгли и грабили, уводили русских людей в полон. Чтоб беречь от них землю русскую, разбросались по краю степи заставы богатырские, маленькие крепости. Оберегали они путь на Киев, защищали от врагов, от чужих людей. А постепенно без устали разъезжали богатыри на могучих конях, зорко всматривались вдаль, не видать ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней. В дни и месяцы, годы, десятилетия оберегал землю родную Илья Муромец. Ни дома себе не построил, ни семьи не завёл. И Добрыня, и Алёша, и Дуна Иванович все в степи да в чистом поле правили службу воинскую. Изредка собирались они к князю Владимиру на двор отдохнуть, попировать, гусляров послушать, друг о друге узнать. Коль тревожно время, нужны богатыри-воины. С честью встречает их Владимир князь с княгиней Апраксией. Для них печи топятся в гридне гостиной горницы, для них столы ломятся от пирогов, калачей, жареных лебедей, от вина, браги, мёду сладкого. Для них на лавках барсовые шкуры лежат, медвежьи на стенах развешаны. Но есть у князя Владимира и погреба глубокие, и замки железные, и клетки каменные. Чуть что не по нём, не вспомнит князь о ратных подвигах, не посмотрит на честь богатырскую. Зато в чёрных избах по всей Руси простой народ богатырей любит, славит и чествует. Ржаным хлебом с ними делится, в красный угол сажает и поёт песни про славные подвиги и о том, как перегут защищают богатыри родную Русь. Слава, слава и в наши дни богатырям, защитникам Родины! Высока, высока поднебесная, глубока глубина океан моря, широко раздоли по всей земле, глубоки омуты Днепровские, высоки горы Сорочинские, темны леса Брянские, черны грязи Смоленские, быстры, светлы реки Русские, а и сильные, могучие богатыри на славной Руси. Былина Вольга Всеславьевич Итак, закатилось красное солнышко, за горы высокие, рассыпались по небу частые звёздочки, родился в ту пору на матушке Руси молодой богатырь Вольга Всеславьевич. Запеленала его мать в красной пелёнке, завязала золотыми поясами, положила в резную колыбель, стала над ним песни петь. Только час проспал Вольга, проснулся, потянулся, лопнули золотые пояса, разорвались красные пелёнки, у резной колыбели днище выпало, а Вольга на ноги встал, да и говорит матери, «Сударыня матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем позолоченный, да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица сто пудов!» Испугалась мать, а Вольга растёт не по дням, не по часам, а по минуточкам. Вот подрос Вольга до пяти годов. Другие ребята в такие годы только в чурочки играют, а Вольга научился уже грамоте писать и считать, и книги читать. Как исполнилось ему шесть лет, пошёл он по земле гулять, от его шагов земля заколебалась, услыхали звери и птицы его богатырскую поступь, испугались, попрятались. Туры олени в горы убежали, соболя-куницы в норы залегли, мелкие звери в чащу забились, спрятались рыбы в глубокие места. Стал Вольга Всеславевич обучаться всяким хитростям. Научился он соколам по небу летать, научился серым волком обёртываться, оленям по горам скакать. Вот исполнилось Вольге пятнадцать лет. Стал он собирать себе товарищей, набрал дружину в двадцать девять человек. Сам Вольга в дружине тридцатый. Всем молодцам по пятнадцати лет, всемогучие богатыри. У них кони быстрые, стрелы меткие, мечи острые. Собрал свою дружину Вольга и поехал с ней в чистое поле, в широкую степь. Не скрипят за ними вазы с поклажей, не везут за ними ни постелей пуховых, ни одеял меховых. Не бегут за ними слуги, стольники, поварники. Для них периной сухая земля, подушкой седло черкасское, еды в степи, в лесах много. Был бы стрел запас, да кремень и огнева. Вот раскинули молодцы в степи стан, развели костры, накормили коней. Посылает Вольга младших дружинников в дремучие леса. Берите вы сети шелковые, ставьте их в темном лесу, по самой земле, и ловите куниц, леси с черных, соболей. Будем дружине шубы запасать. Разбрелись дружинники по лесам, ждет их Вольга. День ждет другой, третий день к вечеру клонится. Тут приехали дружинники невеселые, а корни ноги сбили, а колючки платья оборвали, а вернулись в стан с пустыми руками. Не попалась им в степи, в сети ни одна зверушка. Рассмеялся Вольга. Эх вы, охотнички, возвращайтесь в лес, становитесь к сетям, да смотрите, молодцы в оба. Ударился Вольга озим, обернулся серым волком, побежал в леса. Выгнал он зверя из нор, дупил из валежника, погнал в сети и лисиц, и куниц, и соболей. Он и мелким зверьком не побрезговал, наловил к ужину серых заюшек. Воротились дружинники с богатой добычей. Накормил, напоил дружину Вольга, да еще и обул, одел. Носят дружинники дорогие шубы соболиные. На перемену у них есть и шубы барсовые. Не нахвалятся Вольгой, не налюбуются. Вот время идет, да идет, посылает Вольга средних дружинников. Наставьте вы селков в лесу на высоких дубах, наловите гусей, лебедей, серых уточек. Рассыпались богатыри по лесу, наставили селков, думали с богатой добычей домой прийти. Они поймали даже серого воробья. Вернулись они в стан, невеселые, ниже плеч буйны головы повесили. От Вольги глаза прячут, отворачиваются, а Вольга над ними посмеивается. Что, без добычи вернулись, охотнички? Ну ладно, будет вам чем попировать. Идите к селкам, досмотрите зорко. Вдарился Вольга озим, взлетел белым соколом, поднялся высоко под самое облако, глянул вниз на всякую птицу поднебесную. Бьет он гусей, лебедей, серых уточек, только пух от них летит, словно снегом землю кроет. Кого сам не побил, того в селки загнал. Воротилися богатыри в стан с богатой добычей, развели костры, напекли дичины, запивают дичину ключевой водой, Вольгу похваливают. Много ли, мало ли времени прошло, посылает снова Вольга своих дружинников. «Стройте вы лодки дубовые, веки неводошелковые, поплавки берите кленовые, выезжайте вы в синее море, ловите семгу, белугу, севрюжину». Ловили дружинники десять дней, они поймали и мелкого ершика. Обернулся Вольга зубастой щукой, нырнул в море, выгнал рыбу из глубоких ям, загнал в небо дошелковое. Привезли молодцы полные лодки и семги, и белуги, и усатых самов. Гуляют дружинники по чистому полю, ведут богатырские игры, стрелы мечут, на конях скачут, силой богатырской меряются. Вдруг услышал Вольга, что турецкий царь Салтан Бекетович на Русь войной собирается. Разгорелось его молодецкое сердце, созвал он дружинников и говорит, «Полно вам бока пролеживать, полно силу нагуливать. Пришла пора послужить родной земле, защитить Русь от Салтана Бекетовича. Кто из вас в Турецкий стан проберется, Салтановы помыслы узнает». Молчат молодцы, друг за друга прячутся. Старший за среднего, средний за младшего, а младший и рот закрыл. Рассердился Вольга, «Видно, надо мне самому идти». Обернулся он туром золотые рога. Первый раз скакнул, версту проскочил, второй раз скакнул, только его и видели. Доскакал Вольга до турецкого царства, обернулся серым воробушком, сел на окно к царю Салтану и слушает. А Салтан по горнице похаживает, узорчатой плеткой пощелкивает и говорит своей жене о Звяковне, «Я задумал идти войной на Русь. Завою, завоюю девять городов, сам сяду князем в Киеве. Девять городов раздам девяти сыновьям, тебе подарю соболей шушун». А царица Азвяковна невесело глядит. «Ах, царь Салтан, нынче мне плохой сон виделся, будто бился в поле черный ворон с белым соколом. Белый сокол черного ворона закоктил, перья на ветер выпустил. Белый сокол — это русский богатырь Вольга Всеславьевич. Черный ворон, ты, Салтан Бекетович, не ходи ты на Русь, не взять тебе девяти городов, не княжить в Киеве». Рассердился царь Салтан, ударил царицу плеткою. «Не боюсь я русских богатырей, буду я княжить в Киеве». Тут Вольга слетел вниз воробушком, обернулся горностаюшкой. У него тело узкое, зубы острые. Побежал горностай по царскому двору, пробрался в глубокие подвалы царские. Там у луков тугих тетиву пооткусывал, устрел древки перегрыз, сабли повыщербил, палицы дугой согнул. Вылез горностай из подвала, обернулся серым волком, побежал на царские конюшни, всех турецких коней загрыз, задушил. Выбрался Вольга из царского двора, обернулся ясным соколом, полетел в чистое поле к своей дружине, разбудил богатырей. Эй, дружина моя храбрая, не время теперь спать, пора вставать. Собирайтесь в поход к Золотой Орде, к Салтану Бекетовичу. Подошли они к Золотой Орде, а кругом Орды стена каменная, высокая, ворота в стене железные, крюки, засовы медные, у ворот караулы бессонные, не перелететь, не перейти, ворот не выломать. Запечалились богатыри, задумались, как одолеть стену высокую, ворота железные. Молодой Вольга догадался, обернулся малой мошкой, всех молодцов обернул мурашками, и пролезли мурашки под воротами, а на той стороне стали воинами. Ударили они на Салтанову силу, словно гром с небес. А у турецкого войска сабли затуплены, мечи повыщерблены. Тут турецкое войско на убег пошло. Прошли русские богатыри по Золотой Орде, всю Салтанову силу кончили. Сам Салтан Бекитович в свой дворец убежал, железные двери закрыл, медные засовы задвинул. Как ударил в дверь ногой Вольга, все запоры, болты вылетели, железные двери лопнули. Зашел в горницу Вольга, ухватил Салтана за руки. Не бывать тебе, Салтан на Руси, не жечь, не палить русские города, не сидеть князем в Киеве. Ударил его Вольга о каменный пол и расшиб Салтана до смерти. Не хвались, Орда, своей силой, не иди войной на Русь, матушку. Вот и конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии и жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok